Собирают наказы от избирателей представители других партий, которые баллотируются в Государственный совет Чувашии. Региональное отделение ЛДПР делает ставку на современные информационные технологии. Партия пенсионеров за справедливость планирует обратить особое внимание на реформирование пенсионной системы налогообложения и льготы. Недовольство работы органов местного самоуправления, это обнаглевшие совершенно управляющие компании, это участковые, которых не всегда даже люди у нас оказывается знают на округах, это плохое медицинское обеспечение и так далее. Ну и, естественно, финансовые проблемы стали очень часто, стали люди часто обращаться не за какой-то помощью, вот советом по правовому вопросу, а именно просто финансовой помощью. Очень много обращений у нас поступило на тот спецпоезд, который у нас был буквально недавно, который приезжал в Чувашию, и до этого весной, год назад было примерно такое же количество обращений. Все это уходит в Москву, и в зависимости от того, насколько эта проблема серьезная, люди получают ответ, это те наставления, которые, в общем-то, и составят нашу следующую работу на очередные пять лет, которые нас изберут. Люди приходили, давали наказы, кроме того, у нас регулярно выходят наши партийные газеты «Старая гвардия». Вот мы там тоже все время опубликовали свой сайт, и много, очень много наказов получаем на партийный сайт. Естественно, мы все это обобщаем, смотрим, что реально можно делать, то, что реально невозможно делать сегодня. Те наказы, которых можно реализовать, например, в течение сейчас даже вот предвыборных кампаний, мы держим их в особом счету, и, естественно, выходим на разные инстанции, на правительство, на правоохранительные органы и так далее. Но самое главное, знаете, самый большой наказ – это от пенсионеров, которые просят, чтобы им понятна была вот такая пенсионная система нашей России.